Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у нас то, что есть в холодильнике. Мамочка приехала, но несмотря на это, душа хочет доширак и пельмешки с майонезиком. Кто может нам это запретить? Вчера вечером смотрела Евровидение, наверное, все смотрели. И немного расстроилась, конечно, но не так расстроилась, как все остальные, что вот, мы не выиграли. Мне кажется, было бы неинтересно, если постоянно выигрывали одни и те же. Я ни капли не расстроилась, что мы проиграли. Ну, совсем чуток. Увидела, как плачет наша участница, офенди. И прям, знаете, сердце крови обливалось. Еще я болела за Украину, но тоже там ни первое, ни второе, третье место. Поэтому, к сожалению, такой исход. Ну, ничего страшного. Некоторые... Ой, позорное место. Позорное, знаете, какое место? Да вообще никакое не позорное место. Там Великобритания набрала ноль баллов. Прикиньте, ноль. Ну, бывает. У нас однажды Евровидение было. Столько бюджета было потрачено на Евровидение. Ничего нифига не окупилось. Так что, ничем. Очень даже хорошо выступила наша участница. Зашла на ее страницу. Написала пару хороших комментариев. Мне кажется, она с таким настроем ехала прям побеждать. Вот другого варианта нет. У нее такой настрой был. Если у России, например, у Манижи, ну, просто чисто поучаствовать. И она правильно настроила себя. Потому что, когда ты настраиваешься чисто на победу, потом это не получается. Это вдвойне, мне кажется, больнее и неприятно. Вот. Вы меня извините. Мне хочется сделать вот так. У девушки из Молдовы упал микрофон. Ну, а так, уже когда началось голосование, проголосовали где-то три страны, я уже поняла, что нет. Ничего не получится. Но ничего страшного. Чего так сильно расстраиваться, переживать? Вот. Там некоторые комментаторы пишут, не надо было Манижу отправлять, что каждый год мы с вами должны выигрывать. Но не получилось. Проигрывать тоже уметь надо. Мне кажется, русским вообще переживать не за что. В прошлом году Little Big просто покорили Евровидение. К сожалению, из-за пандемии не было. Но мне кажется, если бы было бы, то Россия бы стопы доу была бы на первом месте. Подумаешь, не выиграли. Лапша. Так идет. Еще мне, знаете, что понравилось? Ой. Что некоторые страны пели на своем родном языке. Я вот, например, украинский вообще не понимаю. Но вот мелодия эта, что там-то он поет, мне настолько понравилось. И мне кажется, надо уже выходить из зоны комфорта и пытаться угождать кому-то и петь, например, только на английском. Каждое государство может петь на своем родном языке. И не просто, чтобы выиграть обязательно, петь на английском, а просто, чтобы поучаствовать и продемонстрировать всем, как сделала Украина, например, свой родной язык. Я всегда слышала, что украинский и русский очень похожи. В интернете нашла блогеров. Мне интересно стало, как звучит. Я начну понимать то, что говорит человек. Нашла какой-то выпуск беременна в 16, что ли, там на украинском. И вы знаете, я не поняла. Либо я тугадум. Либо языки реально отвечаются. Как, например, казахский и наш, например, азербайджанский язык. Я, например, казахов понимаю. Откуда я вас понимаю? Я не знаю. Но у нас очень похоже все. Я вам говорила, да, какой-то канал я смотрела. Не помню, какой язык был. По-моему, казахский. Я смотрю новости. Я понимаю, что я понимаю, что говорит президент. Но это не наш язык. Но я понимаю. И вдруг мне, знаете, так резко стало не по себе. Я думаю, как я понимаю? Потом оказалось, что это казахский или какой-то язык. Пельмешечки. Твикшенок. Твикшенок на меня смотрит. Надо ему имена. Мясо. Давайте. Давайте немного поотвечаю на вопросы. Кристина задает вопрос. Айка очень хотела, чтобы ты поменяла свой стиль. Например, сделала амбры или покрасила волосы какой-то светлый оттенок. Почему не делаешь никакие изменения во внешности? Я имею в виду именно стиль, стрижка, цвет волос и так далее. Знаете, я в подростковом периоде очень много изменений делала. Мне это нравилось. Я ничуть не жалею обо всем об этом. Но сейчас я поняла, что самый универсальный оттенок для меня это мой натуральный. У меня кое-где начали появляться седые волосы. Прикиньте, у меня у мамы вообще в 17 лет уже много было седых волос. То есть у нас на генетическом уровне очень рано сидеют волосы. У меня вот буквально пару лет как началось. но я подумываю над тем, чтобы лет через пять полностью перекраситься в седой цвет. Если у меня все волосы поседеют, я просто буду белокурая такая. Именно белокурая. Просто, вы знаете, смотришь фотографии, например, покраска волос. Идешь в салоне, красишься. Тебе делают укладку. И ты такая, вау, как классно. Такой холодный оттенок, как он мне нравится. Буквально пару смывок оттенок смывается, становится желтый. Желтит, по крайней мере, у меня точно. То есть, то, что мы видим в инстаграмах салонов, это все не остается. И это нужно признать. То есть, вы идете в салон, тратите кучу бабок, времени, портите волосы, а потом этот эффект постоянно нужно поддерживать. постоянно нужно опять скраситься. Если бы даже, знаете, эффект держался 3-4 месяца, я бы сказала, окей. У меня у подруги, сестра старшая, перекрасилась в блонд, когда она пришла из салона, мы все такие, вау, как круто. Вот буквально две недели прошло. У нее этот холодный оттенок начал отдавать в зелень. У кого-то отдает в цыпленка, у кого-то в зелень. То есть, как бы эффект временный. Из-за этого портить волосы зачем? Дело тут даже не в том, что ты портишь себе волосы, это к черту. На такие вещи я особо внимания не обращаю, но конечный результат. Через две недели меня не устраивает. Также в случае у меня у одногруппницы, она пошла в салон под домом просто, показала фотографию, сказала, можете мне сделать точь-в-точь такой цвет. Ей сказали, окей. Мало того, что тот цвет не получился, так еще у нее прям пятна были где-то темнее, где-то светлее. Она, естественно, ничего не сказала. Сразу по дороге купила краску, пришла домой, села и сама перекрасилась. То есть, если идти, идти к проверенному какому-то специалисту, который реально может сделать это. Тут, мне кажется, экономить ни в коем случае нельзя. Надо искать хорошего колориста, можно даже распиаренного, чтобы реально боялся попортить свою репутацию. Поэтому я не стричь челку, не делать каре, не собираюсь. немного собираюсь подстричь кончики, но вы даже это не заметите. Так кардинально менять именно образ. Да, надо немножко губки добавить, например, да. Они у меня уже сдулись, в исходное положение уже пришли. это да. Я имею в виду именно стиль, там, не знаю, прическу, какие-то такие вещи. все равно, знаете, ресницы черные, например, да, стану я блондинкой. Ресницы черные, корни отрастают черные. Я такая блонди. Даже если я была шатенкой, все равно не стала бы перекрашиваться в блондинку. уж извините, вот так. Обалденно вкусно. У меня в последнее время все идет. водичку допить. Водичка это святое. Просто хотела сказать моим зрителям, что не расстраивайтесь из-за Евровидения. Почему-то кто-то прям вот в панике. Ну и что они выиграли? И что? Каждый год вы же не можете выигрывать. Главное, что за историю хоть раз было такое, что вы побеждали. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели. Всех люблю. Пока.